Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговый дед компании Техмил, и с вами я, Артур Изятуллин. Ну что ж, на фондовых рынках у нас чуть век произошла, назовем ее, мини-катастрофа. У нас значительно скорректировались фондовые индексы США, но не только США. Вот можно видеть, что у нас потери вчера по Dow Jones S5500, по Nasdaq, составляли более чем 1,5%, сильнее всего пострадал, собственно, Nasdaq. Сегодня эта картина, ну, более-менее стабилизировалась, видно, что у нас фьючерсы, они сначала в минусе торговались, но сейчас вот в небольшой плюс переходит. По европейским рынкам, ну, пока так же видим слабость. Собственно, давайте обсудим, что произошло, есть ли возможность покупать на падении, сохраняется ли она. Собственно, виновником торжества выступила доходность 10-летних казначейских облигаций, продолжила она вчера свой бурный рост. Давайте посмотрим, что с ней произошло и как это связано с фондовыми рынками. Собственно, она с марта очень бурно растет, там чуть ли не без остановки. Когда у нас, напомню, когда у нас растет доходность облигаций какой-то, это означает, что облигацию очень усиленно продают, от нее избавляется инвестор, из нее выходит. И, собственно, вот этот рост, который мы видим, это означает то, что происходит у нас отток на рынке трежерис, на рынках казначейских облигаций. И, собственно, у нас вчера этот отток вот здесь усилился, вот это движение, которое вчера произошло у нас в доходности, это чуть ли не за несколько лет наибольший прирост доходности, наибольший скачок. То есть, очень сильно двинулся рынок облигаций, сильно вышли инвесторы из бумаги, что спровоцировало, стало катализатором движений и в остальных классах активов, в том числе и в акциях. Значит, что посмотреть, ну, действительно, если вот связь, да, между движением доходности казначейских облигаций и фондовым рынком, давайте с вами перейдем на более мелкий таймфрейм, чтобы понять, что там происходит. Это вот вчерашний день у нас, четверг, я привожу три графика. Собственно, у нас красная крива – это доходность десятилетних казначейских облигаций. Вот, собственно, она. Мы вот этот кусок с вами здесь рассматриваем, получается. Так, сейчас, секунду. Вот. Две остальных кривых – зеленая и синяя кривая, я их пометил, S500 и NASDAQ. Доходности, да, будем так говорить. Вот мы, собственно, видим, начинается вчерашняя сессия. Вот у нас скачок вот здесь в доходности происходит. Двигается она, рвется она вверх. И, собственно, вот, пожалуйста, раз, рынки у нас пошли вниз. Действительно, на самом деле, между ними есть взаимосвязь. У нас движение в доходности совпало вот с коррекцией в акциях. И я подчеркиваю очень важный момент, на который вот советую обращать внимание, да, который вот подчеркивает эту связь. Это то, что у нас наиболее сильно страдает где-то у нас. А у нас страдает именно NASDAQ. Вот мы здесь видим, да, у него потери аж 3,5%. Другие у нас скорректировались меньше. Напомню, напомню, у нас Treasuries, казначейские облигации, будем так говорить, является инвестиционным субститутом, то есть заместителем, заменителем именно акций техсектора. Почему? В нескольких видео я уже в прошлом говорил, еще раз повторюсь, у них очень похожая дюрация. То есть поток платежей по ним, по активу, как по Treasuries, так и по акции, он одинаковый. То есть по техсектору пока там какие-то дивиденды, они выплатят, они где-то там в будущем будут. Так же, собственно, и по дальним облигациям Treasuries. У них поток платежей также, но растянут на очень большой период. Поэтому, собственно, возникает такой момент, что как только инвесторы в акциях в техсекторе видят, что более-менее скорректировались у нас облигации Treasuries, получается, у них появляется возможность немножко сбалансировать, разбавить портфель, выйти из акций техсектора и войти в облигации. Понятно, да? Это вот первый момент. Второй момент, почему фондовый рынок реагирует. Вот самый основной важный ключевой фактор, почему существует такая взаимосвязь. Когда у нас растет доходность казначейских облигаций, по сути, растет базовая безрисковая ставка. Понятное дело, когда что-то растет базово, когда изменяется что-то в фундаменте, все, что там дальше сверху находится, так же меняется. Получается, все остальные кредитные ставки не так же подстраиваются. Собственно, понятное дело, стоимость заимствований, стоимость кредита для компаний так же должна меняться, их бумаги, так же должны какие-то изменения в них произойти, для них стоимость заимствования так же должна вырасти, раз безрисковая ставка растет. Но понятное дело, когда растет у какой-то отдельной компании, стоимость заимствований ей сложнее занять. То есть, дешевой ликвидности все меньше и меньше, чтобы занять, нужно платить больше. Собственно, поэтому, когда меньше дешевой ликвидности, отдельно взятая компания, ну, акция должна стоить дешевле, потому что по ней риски растут, она не сможет, допустим, дешево взять кредит, да, для своих нужд. Когда это вот по всему рынку у нас происходит, мы видим вот такие вот красненькие цифры, да, которые у нас здесь есть. Вот, собственно, да, мы с вами обсудили, да, вот здесь, что у нас эти продажи у нас начались вот здесь как агрессивные, вот прям с открытия, то есть, вот до открытия уже была какая-то информация, информация на рынок поступила, началась реакция, и вот это движение вниз, собственно, происходит. В пятницу мы видим у нас чуть-чуть более-менее все стабилизировалось, небольшой минус, то есть, ну, вот есть, да, вот позывы, что, как бы, да, вот этот уникальный риск реализовался, но вот не хотят, вроде бы, переходить вот в полноценную коррекцию. Никто не пытается прям усиленно шортить, нет такого, да. Видим сегодня стабилизацию по фьюжексам. Да и в принципе, в принципе, если мы посмотрим, что было после прошлой коррекции, после роста доходности вот этих десятилетних казначейских облигаций, вот этот момент, вот, и вот тут же здесь выкупили, мы с вами это обсуждали. То есть, очень хороший потенциал, да, настрой у инвестора, вот, в плане того, чтобы ходить вверх рынок, хорошее ожидание, хорошее настроение. Ну, вот опять вот этот риск реализовался, еще один скачок мощный произошел в безрисковой ставке, собственно, вверх, и вот опять, собственно, вот оно повторное движение вниз. И, как вы видите, вот здесь, вроде бы, стабилизация опять происходит. Следующий момент, который нужно отметить по росту доходности, мы вот с вами обсудили трежерис, но на самом деле, на самом деле это не ограничено трежерис. Я вот здесь четыре графика вывел на одном экране, смотрите, это у нас доходности десятилетних облигаций правительства Японии, Германии, Австралии и США. Вот это то, что мы сейчас с вами обсуждали, это вот доходность бумаг, ну, вот, вот этих стран. Вот видно, что у нас февраля все синхронно растут, у нас в общем, в целом, не только корректируются, не только бегут инвесторы с трежерис, у нас вообще по казначейским облигациям других стран, вот, тоже есть движение, понимаете. Вот это нужно в момент учитывать, это не ограничивается американским рынком, это общая тенденция. Если это какая-то общая тенденция, то получается, мы не можем говорить, да, там, то, что вот фискальные стимулы в США, там будет приток облигаций новый большой и, собственно, поэтому там корректируется. Нет, какой-то есть более глобальный макрофактор есть. И, понятное дело, макрофакторы это восстановление глобальной экономики, это в целом, в чем-то рост реальной ставки, в остальном это рост, конечно же, инфляции. Вот, собственно, два компонента, рост реальной ставки и рост инфляции, они выливаются вот в такое вот движение, которое у нас есть, присутствует во всех облигациях. Везде у нас растет доходность, вот этот нужно иметь в момент в виду, вот этот макрофактор, он у нас есть. И нужно вот понимать, что не ограничивается США. Собственно, ну, понятное дело, здесь нет вопроса, и что, как долго вот это все будет продолжаться, да, и сколько вот так будет доходность это скакать, что будет рынок двигаться вниз. Где вот этот предел, да, есть какой-то рубеж вообще, где можно ожидать, что вот, сейчас еще раз открою доходность. Куда, куда она дальше, где потолок вот здесь, есть какой-то потолок или нет, возникает, да, нормальный вот такой вопрос. Естественно, ответить на него сложно, потому что это огромный рынок, и у всех разные там мнения у инвесторов. Но, но, если мы обратимся к статистике, если мы, собственно, посмотрим, возьмем вот совокупность выборку всех движений от однодневных, да, вот в трейджерис доходности, посмотрим, как изменялись позиции, вот возьмем конкретно фьючерсы, да, вот по ним есть позиции, есть фьючерсы на трейджерис, да, и по ним вот есть длинные позиции, короткие позиции, открытые интересы и так далее. Если мы возьмем эти данные, вот эти позиции по фьючерсам на трейджерис, на американский рынок на трейджерис, и посмотрим, собственно, вот это движение, вот сколько здесь шорта сделали, собственно, участники рынка, как это вписывается в общую историческую картину, насколько сильный сейчас шорт по фьючерсам на трейджерис в историческом, вот этой вот, вот на этой исторической перспективе. У нас есть вот такой вот интересный график от Намура и Bloomberg, смотрите, собственно, еще раз, вот, да, опять же, фьючерсы на трейджерис, вот, пожалуйста, да, вот здесь, Government Bond Futures, фьючерсы на трейджерис, и, собственно, здесь у нас показывается нет-то позиция так называемых STA, это Commodity Trading Advisors, я не знаю вот точного перевода, но это, короче говоря, крупные участники рынка, что ли, вот, так как называть, собственно, вот это агрегированные позиции вот этих крупных участников рынка, собственно, вот, по трейджерис, по бандам, по японским облигациям и по британским. Вот если взять вот нет-то позиция, да, кто-то там покупает фьючерсы, кто-то продает, вот если рассчитать, собственно, вот эту нет-то чистую позицию, мы увидим с вами следующий, мы получим с вами следующий график, вот этот график, это вот нет-то позиция по фьючерсам. Мы видим, что сейчас она очень сильно зашла в short, вот у нас вот здесь short, да, net position, short, здесь у нас long, да. Когда вот здесь, ну, здесь вот этот график уходит вверх, net-то позиция чистая, long, она очень большая, очень много в long, очень много фьючерсов купили на этот, получается, на трейджерис, да вообще вот на эти все банды. И наоборот, когда это заходит вниз, это означает, что сильно шортят, фьючерсы очень сильно шортят, но эта позиция, поэтому будет отрицательная, она будет уходить вниз. И что мы видим вот здесь? Сейчас данное значение, оно перевалило за 85-й перцентиль. Что это означает? Это означает, смотрите, перцентиль, что это означает? Вот у нас есть, вот здесь цифра 85. Это означает, что лишь в 15% случаев, начиная с 2009 года, net-то-шорт позиция превышала текущий уровень. Еще раз, возьмем 50-й перцентиль, предположим, вот здесь банды было. Это означает, что с 2009 года в 50% случаев у нас net-то-шорт позиция превышала 50%. То есть, понятное дело, ну вот есть представление, то есть вот, если мы, допустим, случайно, условно, кинем, нет, не так. Так, еще раз, вот 85-й перцентиль, да, вот давайте будем конкретней. В 15% случаев, если мы возьмем вот эти все движения, в всего лишь 15% случаев у нас net-то-шорт превышал текущий уровень. Ну, то есть, грубо говоря, это вот достаточно, ну, редко можно увидеть. То есть, в 15% случаев можно увидеть, вот когда вот доходность, по крайней, доходность net-то-шорт позиция по фьючерсам, по крайней мере, вот такое значение составляет. В 15% случаев, понятное дело, да, ну, то есть, ну, очень сильное движение, да, очень сильное движение, очень большая net-то-шорт позиция по фьючерсам. И вот с технической точки зрения, надеюсь, вы поняли, да, вот в плане, почитайте, что такое перцентиль конкретно, это из теории вероятности, там, квандилен называется. Вот, собственно, почитайте подробнее, что это означает, но будем говорить, что достаточно редко бывает, что такая net-то-шорт позиция возникает. Лишь в 15% случаев возникает такая вот шорт позиция, надеюсь, вы это поняли. Вот, собственно, и это с технической точки зрения означает, что велик соблазн сейчас у инвесторов как-то покупать вот такую коррекцию в бандах, потому что она серьезная. Это сильная коррекция, естественно, произошла. Вот, еще такой момент, у нас JP Morgan в понедельник выпустил такое сообщение, у меня нет конкретной картинки под это, да, но что там было сказано? Собственно, в конце месяца вот этого будет проходить ребалансировка у пенсионных фондов, и они вот около 90 миллиардов долларов у них высвободятся, и так как пенсионные фонды также, ну, им нужно как-то сбалансированное портфолио составлять, хорошо скорректировались банды, вот, и вот попадает все это на друг друга, может выбор пасть на банды, и вот, собственно, они могут влиться в банды, что сдерживает на дальнейший рост доходности, да, как-то вызовет, поддержит, собственно, рынки. Что касается позиции ФРС по всему этому вопросу, что она вообще сказала, да, вот, происходит вот такие вот у нас движения, растет активная доходность, что у нас думает ФРС? Собственно, выступали у нас вчера Буллард, Гостик и еще кто-то там, третий представитель. Вот я привожу вам, что они, что они думают по поводу этого роста доходности, она их пугает, нет, будут они вмешиваться или нет, потому что все, естественно, ждут, что же ФРС скажет, когда так доходность скачет по трежерис, на самом крупном рынке долговом, да, ну, вот, что они, собственно, говорят. Мы, Бостик, да, нас вообще не беспокоит то, что там доходность вот этих облигаций трежерис растет, мы не обеспокоены, я не вижу, что ФРС будет как-то на это реагировать. Это вот один из представителей ФРС дает намек, что, да, доходность у нас растет по облигациям, но давайте так, мы не будем, как бы, вмешиваться, потому что это что-то естественное. Так, потом, если я сейчас найду, был у нас еще один, ага, вот, Буард, да, тоже представитель ФРС, вчера он у нас давал комментарий, пожалуйста, не уверен, что рост предложений у нас приведет к значительному какому-то существенному росту инфляции. Затем, не считая, я отвергаю идею, то, что текущая политика ФРС, ну, может оказаться, может привести в такую же ситуацию, которая была в 70-х, когда там был скачок инфляции, да, в текущая политика ФРС, он не считает, что текущая политика ФРС может привести к такому сценарию. Собственно, вот эти два представителя, ну, что они, по сути, говорят? Они нам говорят, да, вот, про инфляцию, то, что, да, вот это заявление, в инфля... в бандах сейчас, вот, в росте доходности очень много вот этой премии за инфляцию. Когда рынок ожидает инфляцию, он выходит, инструменты фиксирования доходности, потому что их покупательская способность обесценивается, правильно, в этих инструментах. Чем сильнее инфляционное ожидание, чем сильнее они обесцениваются. Собственно, отвергая идею об инфляции, Бур, по сути, говорит, да, что рост доходности в Трежерис, он, ну, он как бы не... он не является аберрацией, он не является сильным каким-то отклонением, он, в принципе, ну, нормальным, можно как бы потерпеть. Ну, и, собственно, то, что вот Бостик тут тоже сказал, он был более прям конкретный, вот, вот самый важный. Мы не будем отвечать, я не вижу, что ФРЦ как-то будет отвечать на рост доходности. Ну, естественно, вспомним заседание Павлова, речь Павлова на прошлой неделе, он четко сказал, у нас есть инфляция, мы ее прекрасно видим, но, как бы, считаем, что это вот, ну, временное что-то. Она побудет, эта инфляция, пару кварталов, потом все постепенно начинает успокаиваться. Инфляция будет ослабевать. Будет ослабевать, если инфляция, премия в бандах за инфляцию также будет ослабевать. Будет она ослабевать, получается, банды должны будут, что, доходность должна обратно чуть-чуть скорректироваться вниз, цена банды должна вырасти. Собственно, ФРС у нас говорит, пожалуйста, да, вот это движение есть, но никакой реакции мы никак отвечать не будем. Вы пока предоставлены сами себе, получается. Вот это вот нужно иметь, собственно, в виду. Ну, на мой взгляд, я вот, действительно, не ожидал такого движения, но это, на самом деле, сложно ожидать. Там вообще, как бы, ну, огромный объем информации нужно обработать, чтобы понять, потому что это там, действительно, очень такие запутанные, сложные макрофакторы, которые, вот, влияют на решение отдельных инвесторов, продолжить ли выходить с бандов, с трэжеры, с игры, оставаться в них. Но, ну, вот у нас здесь, вот, и по технике, вот здесь достаточно такая резкая реакция вниз, то есть цена облигации КПРС вошел, да, вот, сильное падение в цене было, здесь вот инвесторы вошли, доходность получается скорректировать вниз. И, собственно, на мой взгляд, на мой взгляд, вот этот, это будет потолок, это будет некоторая психологическая рубеж, уровень 1,50, да, мы здесь пробили, но вот дальше мы будем вот здесь болтаться. Не думаю, что, да, как-то это пойдет дальше еще больше вниз, и, на мой взгляд, а точнее, доходность как-то еще дальше пойдет вверх, думаю, мы будем болтаться, и поэтому, ну, так называемое телетворное влияние бандов на фондовый рынок, да, они не получат дальнейшего развития, и все-таки будем надеяться, что, ну, ну, исчерпала, да, как бы, коррекция фондового рынка, вызванная вот этим движением, она как-то исчерпала себя, если вы считаете, что уровень 1,50, ну, пока нормально, потому что мы действительно очень сильно выросли, да, ну, на мой взгляд, чуть-чуть вперед забежал рынок фундаментала, да, который есть у нас, и поэтому вот это движение, оно исчерпало себя, мы будем дальше болтаться вот здесь, и все, и по фондам рынка, ну, будем надеяться, что это все, это вот закончилось, да, движение, и нужно как-то все равно пытаться ориентироваться на рынок, потому что вот это движение, потому что это коррекция, это реализация вот этого уникального риска, вот нужно иметь в виду, дальше ничего за этим не стоит, то есть у нас вот конкретный этот рост, и как вот по цепочке, да, эффект домино у нас и фондовый рынок также вот двинулся, и понятное дело там все развивающиеся рынки, у нас по рублю мы видим здесь, да, тоже реакцию вверх, ну, по российскому, ну, понятное дело, потому что сейчас сейчас очень все сильно коррелировано между другом, все классы активов, очень трудно диверсифицироваться, потому что вот как бы все движется в одном потоке, риск-ов или риск-он, вот как бы это вот из моих личных наблюдений, поэтому достаточно вот просто за одним активом посмотреть, что с ним происходит, да, вот широкий индекс из 500 взять, мы видим по нему реакцию, можно дальше уже как бы предполагать высокой вероятностью, что из вот так как есть корреляция, по ним также будет какая-то предсказуемая, собственно, реакция, ну, происходить, вот, собственно, ну, ожидаем, что, как бы, да, вот здесь у нас будет потолок, закончилось, завершилось влияние, не получится дальнейшего развития здесь движения доходности вверх, будет устранен риск для фондового рынка, который проистекает отсюда, ну, собственно, по индексу, по доллару, да, мы с вами говорили, если вы смотрели мой прошлый, прошлый обзор, мы с вами вот ориентировались, что будет вот здесь пробой, вот этой горизонтальной у нас, пробой произошел, но, но, вот у нас, вот этот форс-мажор, вот здесь мы вот вышли обратно с этого, потому что вот был конкретный позыв, да, вышли из коррекционного здесь канала, напомню, да, вышли из коррекционного канала вот здесь, дальше бились вот здесь горизонтальный уровень, бились, бились, прошли его, и тут вот в бандах происходит реакция, еще одна волна оттока инвесторов из рынка трежерис, и, понятное дело, так как корректировали, появляются фондовые активы, обратно коррелировал у нас доллар с фондами активы, когда они падают, доллар растет, пожалуйста, мы получаем это движение. Но, на мой взгляд, вот если, 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 если там закончилось в трежерис, да, вот это движение отрицательное для, для, для рисковых активов, то, то дальше у нас все равно, постепенно доллар дальше будет уходить вниз, потому что, ну, напомню, фундаментал, связанный вот, прежде всего, с ростом денежного продолжения США агрессивным, он способствует именно ослаблению, ослаблению американской валюты, поэтому вот так вот, я бы вот так бы ориентировался вот макро по рынку, надеюсь, вам понятна ситуация, что вообще произошло, откуда растут ноги вот этой коррекции, да, что там вообще случилось, поэтому, но все равно, я бы, я бы сохранял все-таки оптимизм, несмотря, да, вот страшное движение, страшная цифра, я бы как бы сохранял оптимизм. Вот так вот, собственно, на этом у меня все, если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы там, пожалуйста, под видео, можете там их задать, я так бы рад с вами это обсудить, пожалуйста, если вам понравилось это видео или не понравилось, будет вообще любая реакция, пожалуйста, жмякните там кнопку лайк или дизайк, чтобы я понимал, как бы, как мне совершенствоваться, да, какой материал подавать, в каком формате и так далее. Вот, на этом у меня все, я завершаю свой обзор, всего доброго, хороших выходных, торгуйте в проект.